И еще один важный для казахского народа праздник отмечают в эти выходные. День Домбры выпадает на 7 июля. Музыкальный инструмент является неотъемлемым атрибутом степной культуры. Всего две струны способны передать целую историю. Азиза Закумбаева о национальном сокровище Казахстана. Любовь к Домбре у Яросела Ренатулы появилась с 8 лет. С тех пор он не расставался с двухструнным инструментом. Даже получил профильное образование. Однако помимо учебы он еще занимается изготовлением и продажей этого музыкального инструмента. А в будущем планирует открыть школу домбристов. Как искушенный специалист говорит, стоимость и качество Домбры зависит от материалов, из которых она выполнена. К примеру, эта Домбра одна из самых дорогих. Ее лицевая сторона сделана из тяньшанской ели. А эти узоры вылиты из костного порошка. Корпус сделан из клёна и граба. Всё вместе это даёт красивое звучание. Домбре для казаха издревле сердечный друг. С помощью этого инструмента славные оханы доносили порой то, что не выразишь словами. Она может передать как радостную, так и грустную весть. Помогает выказать уважение тому или иному гостю. Её особенное звучание знакомо почти каждому степному жителю. В народе о Домбре даже бытует легенда с историческими предпосылками. По ее мотивам казахфилем в середине прошлого века снял мультфильм «Ахсак Кулан», что в переводе на русский язык означает «хромой кулан». «Где мой сын?» Спросил тиран. А история о том, как сын Чингисхана, охотясь на диких куланов, погиб от их же копыт. Никто из приближенных и слуг не посмел рассказать великому хану о смерти его сына. Ведь за плохую весть по древнему обычаю полагалась казнь. Однако об этом смогла рассказать Домбра, мудрого жирау и храброго батыра Китбуги. А потому пострадала лишь она. И тогда мстительный хан приказал казнить Домбру. Домбра также наравне с Кюями внесена в список нематериального наследия человечества по решению ЮНЕСКО. А в 2010 году ее занесли в Книгу рекордов Гиннеса. Для нашего же народа она является одним из семи национальных сокровищ. В целом в мире у каждого народа есть свои оригинальные инструменты. У каждого из них есть свои морфологические и эргологические характеристики. Наши ученые вывели индексы наших инструментов, таких как Домбра и Кобыз. Выяснилось, что Домбра бывает разных типов. Примой, басом, тенором, пикало, альтом, контрабасом. Считается, что Домбра должна быть в доме у каждой казахской семьи. Ей всегда уделяется почетное место. С ее участием проходят все национальные празднования. А в 2018 году в честь инструмента учредили День Домбры. Отныне эта дата празднуется каждое первое воскресенье июля. Азиза Закумбаева, Дильнуржанов, Жебек Жола.